Длина новой ЖД-ветки КОЭЗ 14 километров. С открытием железнодорожного сообщения у резидентов особой экономической зоны появится возможность перевозить около полутора миллионов тонн грузов в год. Возведение объекта ведется в три этапа. Это строительство соединительной стрелки к инфраструктуре Куйбышевской железной дороги, пути от станции Тольятти до площадки ОЭЗ, а также строительство дороги на территории самой ОЭЗ. В настоящее время строительно-монтажные работы первого этапа завершены. По объектам соединительный путь и внутриплощадочный путь строительство ведется в соответствии с графиками производства работ. На некоторых участках с опережением графика важная часть общего железнодорожного строительства – логистический центр. Благодаря появлению здесь логистического центра магнитоговорского металлургического комбината на территории особой экономической зоны появится железная дорога. Это объект инфраструктуры, который будет очень востребован многими инвесторами. Вот буквально через дорогу отсюда строится очень крупное производство по переработке подсолнечника. Здесь уже буквально через год будет создано более тысячи новых рабочих мест и это производство также нуждается в железнодорожной инфраструктуре. Машиностроение, автокомпоненты, фармацевтика, химия, стройматериалы и многое другое. Особая экономическая зона Тольятти сегодня насчитывает уже более двух с половиной десятков компаний-резидентов. Многие из них уже открыли производство. Часть находится на стадии проектирования и строительства. Для инвесторов действуют специальные налоговые, таможенные и административные режимы. Предоставляются льготы по аренде и выкупу земли. Сегодня 13 заводов уже в особой экономической зоне работает. Мы в стройке находимся сейчас еще в девяти проектах. Готовим еще шесть проектов на выход. Сегодня вместе с представителем правительства, с министром строительства, мы проехались по всем объектам, проговорили, что нужно дополнительно от региона для того, чтобы проекты были запущены в сроки. Здесь крайне важно внимание к резидентам и каждый проект мы персонально сопровождаем. С определенной регулярностью выезжаем мы на площадки, хотя с инвесторами находимся в постоянном режиме. Мы рассчитываем, что в следующем году запустим три крупных проекта в особой экономической зоне и будет создано еще порядка полутора-двух тысяч рабочих мест. Все эти масштабные проекты, которые сегодня осуществляются на территории ОЭЗы, еще раз подтверждают тот факт, что особая экономическая зона Тольятти входит в число наиболее привлекательных для инвесторов площадок России. А сама Самарская область попала в этом году в десятку наиболее инвестиционно привлекательных регионов нашей страны. Василий Логинов, Михаил Цуркин, Новости Тольятти. Субтитры создавал DimaTorzok